Карина Орлова, корреспондент Эхо Москвы в Соединенных Штатах, из Вашингтона у нас в прямом эфире. Карина, этот ответ Джо Байдена стал неожиданностью не только для нас, я думаю, что в Соединенных Штатах Америки тоже это, в общем-то, вызвало некую такую реакцию удивления. Ну, удивление было только скорее в том, что Байден так коротко сказал и однозначно, и очевидно. И самое интересное, что в Штатах-то никто не сомневался в том, Байден случайно это сказал или не случайно, или у него вот вылетело, он не подумал, или вообще он там просто сказал, журналист его подловил. Конечно, этого ничего не было, сразу было понятно, что ответ совершенно очевиден. Более того, в 2017 году Трамп, когда стал президентом, давал свое первое интервью для канала Fox News, и тогда журналист Билл Урайли, он не спросил Трампа, считает ли тот Путин убийца, он сказал, что вот Путин убийца, на что Трамп тут же запротестовал, он сказал, что убийцы вообще все, и у нас в Америке тоже много убийц, вообще давайте посмотрим на себя, то есть стал защищать Путина. Естественно, тогда это интервью, то интервью наделало много шума, и поэтому, когда Джо Байдена спрашивали про президента Путина и убийцу, которым он является, естественно, у Байдена как бы не возникло сомнений, что отвечать, он был готов к такому вопросу. И, естественно, все в Америке сразу поняли, ну, в России начались какие-то попытки, да, сначала там первый день было смешно наблюдать, как, видимо, в Кремле не знали, что делать, и вбрасывали разные, да, варианты ответа на это, и вот одним из вариантов был, что Байден сейчас он все отмотает назад. Нет, этого не случилось. Пресс-секретарь Белого дома Джан Псаки вчера выступила, и там тоже задали вопрос, он вот так звучал, не жалеет ли президент Байден, что назвал Путина убийцей. Джан Псаки сказала нет, он ответил прямо на прямой вопрос. Вот, да, сегодня Байден сам выступал в Белом доме, его там спросили про сотрудничество с Россией, о котором он говорил сам до того ранее, по там ядерным, да, вооружениям и так далее. Байден снова повторил, что да, с Россией мы будем работать, а что сделать? Ну, конечно, естественно, со многими странами приходится работать. Там, где глава государства, да, убийцы, ну, у России ядерное оружие, и придется с ней как-то в этом направлении работать, но ни в каком другом. Карина, а вот раз уж речь зашла о санкциях со стороны Байдена, это уже мы говорим о новых санкциях, вот что говорят в Вашингтоне, какие санкции дополнительные могут быть? Ну, есть у меня такой инсайд, я не могу сказать, что он там, да, стопроцентный, с одной стороны он у меня пришел, что там есть в администрации Байдена люди, которые настаивают на очень жесткой линии в отношении России, вот прям, ну, не бомбить, конечно, как предлагал Джон Болтон, да, такой печально знаменитый советник Трампа, но он, правда, не Россию предлагал бомбить, а Иран и Северную Корею, вот. Ну, есть в окружении Байдена люди, которые считают, что нужно вводить самые жесткие санкции в отношении России, речь, конечно, идет о санкциях, аналогичных тем, которые ввел президент Обама, у которого Байден был вице-президентом в финансовом году, эти санкции финансовые, против финансового сектора, против банков, и, конечно, они являются очень жесткими до сих пор, да, и, конечно, Северный поток. По-моему, из администрации Байдена тоже прозвучало, что вот на днях, что, да, мы Северный поток, ну, не допустим или попытаемся не допустить. Я не знаю, дело в том, что как именно вот сейчас все повернется, я не думаю, что Россия это сойдет с рук, потому что, я имею в виду вмешательство выбора, в первую очередь, да, то есть, опять же, очень важно не столько, да, там, покушение на Алексея Навального, вот, к его убийству. Это очень важно, но гораздо важнее то, что Россия вмешивалась в демократический процесс США, она пыталась, она отковала Байдена лично, Байдена и его семью, и вся эта дезинформация сходила из Кремля, мы это знаем, были использованы люди из окружения Руди Джулиани, Руди Джулиани, личный юрист Трампа, ездил в Украину, использовали Украину совершенно гадким, позорным образом в администрации Трампа, да, чтобы вовлечь ее в борьбу Трампа против Байдена. Так что, я думаю, что Байден не захочет высказать Трампу с рук. Вот у нас... Да, вот у нас некие проблемы с связью, я хотел как раз спросить у Карины. Вчера же вечером Владимир Путин предложил Джо Байдену, президенту Соединенных Штатов, дебаты в онлайне, в прямом эфире. Я думаю, что это такое предложение, которое услышано не будет, это мое ощущение. Ну а вот, что в Вашингтоне говорят? Ну, в Вашингтоне Путин уже сказали, что он уже имел шанс поговорить с Джо Байденом, это был телефон-разговор в январе, и в ближайшее время не предвидится ему второго шанса. Естественно, никто... Никаких дебатов с Путином выходить бы ни в каком контексте не стал, но это уже смешно, да? То есть Путин человек, который вообще в своей жизни не провел ни одних дебатов вообще. Это человек, у которого никогда не было политической конкуренции, который дал пару интервью иностранных когда-то, да, журналистам на вопросы ответил, хотя бы не представленный ему заранее, да, но это человек, который, в общем-то, полностью привык к вот картонной какой-то дискуссии бутафорской. Тут теперь он требует дебатов. Ну, я не знаю, мне кажется, вот Владимир Путин себя выставил просто каким-то клоуном, а наконец уже все стало совсем понятно, потому что Байден сказал одну фразу, даже не полуфразы. Yes, I do. Да, я считаю. Вот Путин убийца, все. И посмотрите же, какие вообще волны вызвало это в России. Путин два раза подбегал, между прочим, к прессе. Вот первый раз вы показали свою программу, это он сидел там где-то вся в кабинете, да, и разглагольствовал про детские считалочки. А второй раз он уже был на концерте, посвященному семилетней годовщине аннексии Крыма в Лужниках, и там он подошел к прессе. Или завтра, вот в субботу я свободен, и в понедельник еще могу, но это куда это годится вообще.